так дальше я по-моему это я вам показывала что я планировала вышивать вот эту схему cottage garden bless this home вот такая вот красивая птица голубь птица голубь дома вазон вот схему мне подарили несложная здесь всего 15 цветов ниточки дмс все очень просто вышивается нет ни бэкстичев ничего в общем бери вышивать я сначала хотела вышивать на голубой основе что-то вот она мне так прям приглянулась и я вокруг нее крутилась крутилась на голубой но как прикладывала нитки стала уже вышивать вот этим зеленым цветом поняла что рисунок весь потеряется хотелось мне какой-то цветной основы но не нашлось подходящий и я решила взять белую классическую и не прогадала смотрится все очень замечательно начинала вышивать снизу с домика не хватало у меня всех цветов работа вышивалась частями никак не могла выбраться просто центр нужно ехать за нитками вот но в какой-то момент я как бы сделала такой рывок съездила докупила нитки ну потихонечку в общем-то достаточно быстро я вышивала этот дизайн и кстати это наверное единственный финиш октября вот в октябре только эта работа у меня завершилась но хоть что-то хоть что-то завершилась вот работа очень милая вышивалась легко прям вот знаете на настолько легкая быстро что я даже как бы и не заметила как я ее вышила пару раз сделала подход несколько подходов и готово домик мне очень нравится этот домик эта крыша такая цветная ну и вазон потрясающий сверху на доме вот такой вазон конечно это так прикольно получается эту вышивку я хотела бы оформить в чехол для швейной машины но это тоже такие знаете планы уходящие вдали даже не знаю когда я ткани есть в общем-то все есть не знаю просто когда будет время потому что чтобы шить не нужен день я шью очень медленно у меня еще мало навыков но тем не менее хочется тем более в моей швейной машинке как раз вот не хватает чехла нужно сесть и сделать но посмотрим может быть может быть может быть в какой-то какой-то день у меня найдется вот я конечно рада что у нас сейчас работы много но хочу и также иметь какой-то выходной я скучаю по своему рукоделию вот такая вот красивая вышивка такой вот финиш есть у меня еще один финиш это финиш сентября еще по моему просто я вам его не показывала ну так вот как-то знаете не случилось вот это вот такой вот осенний код потрясающий код и я его успела вышить еще в нашем с п рукодельный урожай вышивался он быстро в принципе сшивался тоже быстро за один на день есть там не здесь немножко косяк произошел потому что я сшивала на машинке одну часть со второй рукой и ну немножко неправильно я тут наверно захватила как-то остался мне здесь вот такой вот небольшой изгиб не совсем ровный может надо перешить вот но это тоже времени не хватает чтобы сделать правильно и так осенний код второй раз я его вышивала но здесь у меня уже сборка более правильно так как я уже поняла как нужно работать с игрушками я это вышивка на ленте 27 аккаунта черного цвета я приклеила на ее на флизелин причем такой хороший плотненький и также и края проклеила специальным клеем для обратной стороны я взяла вот такой вот как он на велюр называется не велюр ой бархат бархат улетела славы бархат вот такую поэтому у меня код такой прям черный правильный блестящий он у меня получился оставила хорошие припуски у меня получился такой знаете жирненький хорошенький отъеденный весь такой красивый пуговки нашлись у меня с перламутром и поэтому вот они блестят особенно вечером и если его посадишь в правильном расположении он глазки но все немножко падает и глазки вот так вот блестят он такой знаете смотрит на тебя блестящими глазами этот код вот так вот вот такой красивый дальше у него вот такое красивое ожерелье мы это вижу слов вот усатый красивый жирненький и я сделала здесь донышко чего не было в первом моем коте вот он может стоять но если что вот здесь не вот этот крайне нравится это как-то нужно будет переделать вот а так он умеет у меня вот так вот сидеть стоять работать ведь и булавки тут вот но не теперь познакомимся с предком этого кота прошу впечатлительных отодвинуться от экрана не приближайтесь и старайтесь от вышивки не отрываться продолжайте вышивать вышивайте крестики ровные красивые следите за каждой вашей ниточкой и фото вот он мой первый код дворовой несчастный побитый в драках на помойках почему-то говорю потому что конечно вот этот код он сшился у меня с такими ошибками и сейчас вот я смотрю вот эти нитки постепенно не все равно попова лазили он такой знаете облезлый лохматый подранный ну что тут сказать это такой знаете домашний код породистый это вот с помойки васян вот ну что такая вот история первая была игрушка этого кота вот этот конечно уже получился как надо ну я смотрю он вообще у меня весь разлазиться вообще жуть нужно его разобрать и посадить на флизелин чтобы закрепить и заново сшить ничего страшного можно его починить привести в порядок потому что все таки ну вышивка есть это видите как у меня посыпалась что даже прям под самые крестики приходилось тут зашивать вот так вообще ну можно будет что-то спасти на флизелин посадить а здесь у меня очень большой отступ специально для донышко я оставила место весна что вот тут нужно будет перешить побываются грехи что сделаешь но он зато стоит этот не может стоять этот мир так валяется вот такой вот вот такие вот у меня два брата братца кота прикольные смешные коты ну вот финиш такого тоже получился видите игрушка и я порадовала что я смогла сделать такое изделие интересное и он хорошо набит у меня такой мягкий действительно игрушка такая получилась классная уши такие хорошие стоящие тут суши там аж на машинке хорошо швы ничего не ладно не не полезла ну все правильно сделать если вот я говорю вот тут косяк ну опять же это я его вижу и знаю что мне то мне нравится вот ну может быть будет время переделаю и вот этого будет такая вот у меня парочка нужно будет сделать еще одного кота такого же может быть на шоколадной основе чтобы он был коричнево что все черный правильно правильно вот такие у нас здесь новости с котами что по финишам мы вроде бы все так идем дальше показываю вам рассказываю какие у меня были продвижения по поводу продвижение соскучилась я за теплыми красками соскучилась было ну хоть чуть-чуть дай-ка я повышеваю вот поэтому я достала мою персифону и немножко повышевала что тут повышевала то совсем чуть-чуть у меня прибавилось так булавка прибавилось примерно вот такой кусок совсем ничего хотя каунт мелкий конечно и в крестиках здесь наверно тысячи две но по объему немного ну хоть что-то прибавилось вот очень мне нравится здесь какие краски нитки цветовая гамма потрясающую розочки они конечно очень кропотливым такие нежные получается конечно будет много бисера потом пока мне здесь еще конечно тут жить и шить у меня столько всего начатого что мне здесь в общем-то на пять лет вперед вот но персифону буду вышивать мне очень-очень нравится в общем такое небольшое продвижение дальше что дальше вот моя газета я участвую в сп мультивселенные у кристины внуковой брутальная вышивальщица ссылки все в инфобоксе этот сп проходит в телеграме вот долго я думала какой бы мне дизайн выбрать выбрала вот такой фестралы вставляя картинку как она будет выглядеть и когда завершится дизайн непростой потому что во первых цветовая гамма однородная все синие бэкси чем много ну ладно бэкси здесь несложные в это преодолимо но цветовая гамма конечно сложно вышивая посаги идет медленно потому что какой-то вот за этот но сложный дизайн в исполнении но тем не менее потихоньку в сп я продвигаюсь вот видите я уже вышла все буквы верхней части дальше пойдет еще текст еще будет бэксичную верху у меня уже все готово и сам дизайн вот здесь вот он будет небольшой тут нужно будет еще потрудиться повышивать крестиков и сесть тоже за бэксич бэксича здесь очень-очень много вот была у проблема с сагой я что-то там на мой я что-то там на нажимала у меня слетел весь прогресс пришлось что-то восстанавливать что-то восстановила что-то нет особенно в таком дизайне разобраться что я вышила что нет очень сложно ну иду как-то потихоньку как-то что-то вышиваю что-то по ходу отмечаю и вот так вот выглядит здесь моя вышивка с бэксичем с надписями прикольно смотрится смотрится действительно как газета кто-то мне девочек написал что сразу не понял что это не настоящая газета но когда все вы ищется здесь будет вот этот фестрал гарри поттер с полотной где-то тут ее будут кроссовки и тут текст что-то будет газета по тексту вот тогда уже конечно все все проявиться но видите вот она голова фестрала гарри поттер вот она полуна ну туда я пока еще не иду так далеко я хочу вот здесь до высшего дерева и сразу в этом дереве вышить бэксич его там тоже очень много и по возможности нужно сразу его вышивать ну вот такая интересная работа нестандартная кстати мне понравились эти дизайны автор дизайнер тех схем александра шабашева у нее вконтакте и на бусте можно приобрести эти схемы я себе парочку присмотрела дай бог вот эту завершу и займусь еще парочкой ну посмотрим вышивая на линде 27 каунта конечно ну как бы ткани здесь нужно немного но вот отрез как-то так уйдет потому что ну резать не туда не сюда какие кусочки будут оставаться вот вверху вот такой кусок мы внизу где также останется ну ладно что делать вышиваю до вышиваю не надо сильно жадничать на ткани но всегда так жалко каждый кусочек хочется вот чтобы каждый каждый кусочек обрезочек тоже пошел в дело на какую-то бескорнюшечку на какую-то игрушечку на что-то вот такая красота у меня здесь произошла есть еще у меня вышивки да да сейчас бегу вам все показывать так продолжаем и еще одна работа которая у меня ну в принципе неплохо продвинулась сейчас сняла скисна по их ее немножечко потянула нужно будет ее разгладить я надеюсь все это разгладится эта работа у меня хорошо продвинулась да давно я не вышивала ее на мне пролежала практически с начала года и вот в какой-то момент я помнилась думаю надо глади повышевать скучаю и немножечко я поработала здесь конечно очень кропотливая работа нужно правильно выкладывать стежки много золота отделки стежки разные такие тоже интересные ну с передышкой работа продвигается показываю сейчас в целом да потому что дизайн достаточно большой дизайн кстати 1996 года это dimensions раритетный набор посчастливилось мне его приобрести ее знаете очень этому рада давайте покажу вам некоторые детали сейчас приближу потому что по-другому как-то это не не по не не показать да надо показать и в целом как смотрятся какие-то детали вот сейчас вам показываю край юбки здесь много золота но будет еще и бисер и бусины вот такая вот красивая юбка долго я не могла вышить вот эти вот стежок стим стич вышивается металликом устаешь быстро глаза устают потому что отсвечивают идет блеск и долго вышивать металликом тяжело для глаз поэтому я сделала несколько подходов смотрите как это все блестит как переливается дальше туфелька я по моему вам ее уже показывала хвасталась какая она красивая несколько раз и переделывала туфелька очень изящная край юбки ну и дальше я прибралась уже на верхней верхней верхнюю одежду плащ и так понимаю это как такой и здесь идет тоже и окантовка это одежда видите тоже золотом обшивается используется и мулине и шерсть здесь у нас мулине здесь мулина и здесь шерсть волевые стежки здесь тоже у нас с металликом идет отделка так ну красиво смотрится до красиво интересно вышивается интересно кстати не сложно особенно шерсть идет очень быстро покрывается площадь единственное вот здесь конечно сейчас сложновато потому что здесь видите вот такие совсем маленькие крохотные участки каждый участок нужно выкладывать нитку определенном направлении чтобы правильно создавался изгиб одежды тела ну и передавать этот объем вот сейчас вышиваю этого малыша который держит мешутку ну тут видите очень много вот таких вот участков какой нитка вышивать участок я смотрю на схеме вот ну тут основной я уже вышила рукавчик вышла ведь эту тоже не просто используются вот такие вот стежки блендом желтая нитка с металликом мулине синяя дальше светло-серая темно-серая светло-серая ниточка так вот все нужно аккуратненько постепенно по ходу вышивки нужно менять наклон чтобы правильно ее выкладывать вот тоже все указано по схеме не сложно просто кропотливо сидишь аккуратненько все это выкладываешь вот тут так дальше что вот здесь я верху уже дошила зеленым ну и осталось вот здесь чуть-чуть у меня видите в принципе но наверное большую часть работы я уже выполнила конечно здесь сверху тоже много еще отделки платье дошить вот в рукаве много будет отделки разными стежками бусины там бисер вот здесь нужно будет все повышивать лампа вышивается крылья тут тоже есть какие-то стежки в руке будет пришиваться цепочка она есть у нас в пакете вот здесь украшения тоже нужно будет голове вышить но в принципе немного но очень кропотливая работа очень кропотливая осталось чуть-чуть чуть-чуть нужно будет под под нажать и сделать финиш очень хочется в ноябре имейте готовую работу несмотря на что времени мало но тем не менее я стараюсь и хочу чтобы у меня в ноябре бы случился финиш там ну а на декабрь я не знаю будет у меня финиш или нет потому что запланированные работы на декабрь они подвисли потому что увлекаясь сейчас дорожкой хардангером ее тоже я не смогу завершить скорее всего ну ладно не буду сильно себя корить за то что скорее всего в декабре не будет какого-то финиша ну пусть работы хотя бы продвигаются это тоже знаете приятно на просто сделать себе подарок и повышевать несколько работ и не загоняться одной работы да вот там вот эту нужно мне завершить не нужно завершится в январе будет у меня значит и январь февраль богатый на финише ничего страшного потому что декабре я хочу все-таки сделать какой-то старт у меня есть один наборчик который меня давно ждет если получится то я вам покажу что это за набор вместе начнем не буду пока забегать вперед так что еще есть у меня еще один процесс сейчас я подумаю как мне вам его показать итак показываю это кастом крафт в моем дворике вставлю картинку что я вышиваю это очень давний такой процесс начала и столкнулась со сложным участком схемы ну и как вы понимаете сложное легче оставить легче переключиться на что-то более приятное быстро так работал меня и зависла но несмотря на это нам не продолжает нравится уже много-много лет и поэтому я с ней борюсь и в этом году я наконец-то додумалась что нужно сделать сагу не помогла кристина внукова опять же напоминаю что у нее есть эта схема в перенаборе можете обратиться если кому надо кстати она делает схемы очень недорого и качественно поэтому обращайтесь заказов немного поэтому будет побыстрее вот кристина сделала мне эту схему и процесс пошел потому что эта работа у меня остановилась замерла просто знаете был вышит у меня вот такой здесь кусочек всего лишь как только кристина сделала мне схему работа сразу у меня стала двигаться и вот все вот это я вышла уже в этом году причем не тратил большое количество времени вот и ну на этой неделе я решила вернуться к этому процессу потому что я понимаю что вышить в этом году я ее не смогу ног но хочу сделать хотя бы приличный прогресс чтобы она не залеживалась все-таки продвигалась и вот я повышевала здесь вот немножко шишку вышила и потихонечку захотелось мне дойти до второго угла левого я добралась до этого уголка посмотрите почему-то у меня очень маленький остаток основы я вроде бы ничего здесь не отрезала и не пойму почему так мало обычно в кастом крас большие запасы вроде бы все правильно я считала размечала в общем как-то странно ну ладно для оформления хватит в принципе не критично но мне просто самой для себя очень удивительно почему такой маленький отступ вот но я до угла здесь добралась сделала себе наметку где мне нужно вышивать и вот у меня в планах в этом году завершить вот ну вот этот кусок вышить да для меня было бы просто это классно за два месяца ноябрь декабрь вышить вот этот кусок и у меня было бы одна треть работы готова это просто шикарно ну посмотрим как получится процесс идет главное мне нравится результат посмотрите какие реалистичные шишки как хочется к не прикоснуться а какие елки здесь снег все такое натурально ну просто классная разработка вообще кастом крафт обожаю вот мы как видите эта работа у меня на станке станок здесь у меня новый это из покупок из недавних вы не видели это рабеско арабеско и волка по-моему я уже не помню уже выкинула коробку он такой знаете большой громоздкий но сног легкий и этот станок диваны у меня в общем всего полно различных приспособлений но последнее время я как-то ну знаете усталость наверно сказывается приходишь с работы хочется упасть и там вышивать в кровати ну какие-то простые работы можно вышивать а вот такие работы конечно на руках не очень удобно и я подумала что пора бы мне уже диванный станок приобрести заказала быстро ко мне приехал и вот теперь на этом станке у меня я просто снимаю одну работу ставлю другую работу и я так вот все работает на этом станке сейчас вышивая дорожку на этом станке вышивала но не с самого начала уже попозже потому что недавно в принципе я получила этот станок вот но в общем-то достаточно удобно удобный хорошо настраивается в принципе легкий единственный минус он громоздкий вот так вы знаете ну ну сколько здесь сантиметров 50-60 у него ширина такой достаточно он большой вышивать удобно если у кого есть место позволяет почему бы и нет вот он для дивана для кровати он то что нужно больше там для стола еще как-то нету он сильно громоздкий некомфортный для других использований вот для дивана то что нужно в общем я вышиваю я пользуюсь на верхнюю планку укреплю планшет для саги ничего потихоньку там много можно всего организовать мне сейчас там нитка висит потому что санас ячейки выпало чтобы не потерять ее туда прицепила вот такие у меня здесь новости ну по вышивкам вроде бы все сейчас я вам покажу какие-то еще покупки но все наверное на сегодня и так покупки во первых книгам я уже и вам показывал не буду еще раз останавливаться на этом чудесном издании мне потихоньку собирается такая серьезная литература у меня есть книга с византийской вышивкой дизайны на греческий и вот теперь хардангер нужно будет еще парочку приобрести интересных книг вот и что ко мне приехала недавно ко мне приехали парочку схем это я вам показывала сэмплер ков тосканские розы картинка здесь но абсолютно у непонятно очень ужасная картинки я буду добавляется наверное уже в монтаж потому что здесь ну ну не видно ничего схема очень интересная схема кстати здесь у меня в них как дмс за исключением одного цвета вот меланж его он не чем заменить показано да можно и в шелке вышивать есть вот в дмс вот так такая схемка опять сэмплер ков вот насколько у них потрясающий дизайн и насколько ужасные не картинки клеят вот к себе на обложку это беладжио дизайн есть еще несколько таких вот дизайнов нет беладжио понравилось почему-то осенним не напоминает этот дизайн вышивается двумя цветами ниток шелк меланж не было наличие но уже заказала и догадайте что будет из этого дизайна нет не угадали подушка а почему бы и нет почему бы мне не украшать свой дом вот такой вот красотой стены уже ну в общем то заполнены конечно всегда можно менять экспозиции что-то одно убирать и вешать другое но хочу подушки хочу красивые изящные подушки скатерти дорожки вот поэтому и покупалась эта схема что еще у меня есть это не из покупок давно покупала лежит у меня еще вот такой вот семский сэмплер долго искала нитки нитки наконец-то нашла ткань у меня есть оригинально был фас но я думаю что на этом был пасти вышивать я не смогу очень сложная основа и скорее всего буду вышивать на аиде надо будет посмотреть какого нужно 16 наверно каунта аида а вообще я думаю тоже это центр девочки разложить на дорожку тут такие элементы тут такая красота это же просто потрясающе но нужен черный цвет нужно черная клинда причем большой большой отрез и я думаю что я тоже что-то такое обязательно сделать мне не нравятся вот эти цветочки вот они в общем такие у меня новости и еще тоже что у меня было я доукомплектовала тут ткань у меня и нитки вот такой вот интересный дизайн garden fair очень красивые цветочки мне кажется в украинском стиле тоже либо на бордюр либо в пряток с эмплером и вышивай ну видите для бордюров много идей классный дизайн все есть то скорее все может быть на весну такие мечты мои до мечты рукодельницы еще вместе с со станком я купила себе 222 уже заговариваюсь 22 пальчики маленькие так как вышиваю миниатюрки вот иногда для каких-то уголков для чего-то как раз не хватает вот такой вот такого дизайна такого размера маленького да вообще просто не прикольно мне захотелось их иметь почему бы и нет так выскочили вот такие вот перчики вот пусть будут пенчики так ну и еще что я купила это все покупки сайт 123 стричку так как знаете вот бывает нападает нужно что-то купить вот 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 пожалуйста хоть что-нибудь ну хоть что-нибудь дайте заказать ну и я заказала себе и умер обилию потому что были все материалы в наличии и я решила ну надо взять она тоже очень красивая такая здесь красиво основа зеленого цвета тем более что очень часто пропадают материалы нужны к дизайну и потом бывает найдешь схему найдешь дизайн и чешу материалы не можешь найти вот и первый раз купила оригинальную основу по ключу такая вот на очень плотно это лен зеленый цвет классно мне здесь очень нравится этот цвет потрясающе также купила все необходимые материалы такая ниточка здесь красивая посмотрите какая она шикарно а две ниточки говорю одно такие две ниточки такое богатство да смотрите как красиво просто потрясающе ну и пак с бисером тоже так узнаете не маленький много бисера все есть пусть лежит не знаю когда у меня тут свои миробилии то никак не до вышиваются с моим то временем ничего она есть они просит была возможность я купила когда захочу вышивать все начну начну буду вышивать вот такую вот красоту мне кстати еще лежит собранная сегодня только открыла нашла ее mbd8 это мечтательница ставлю вам картинку уже два года мечтаю и начать представляете никак не начала до сих пор его думаю начать дома что начать если я и не смогу не вышивать ну нормально чтобы ее продвигать пусть лежит ну главное все собрано все есть тоже в общем такие вот у меня здесь новости с покупками все вместе все быстро-быстро единственное сейчас вам покажу свою миробилию красавицу не миробилию лавандра эндлей своего ангела вот он мой ангелочек почему вам его показываю нет здесь каких-то продвижений не было по моему вот с последнего раза как я вам показывала что я здесь вышла лицо так по моему я больше ничего и не вышивала и если что сделала я сделаю разметку мононитью я в принципе подготовилась к процессу осталось то уже совсем чуть-чуть нужно вот вот этой работе уделить то больше времени в декабре месяце ноябре ладно может быть и дорожку доделаю постараюсь что-то как-то а вот декабрь бы хорошо дать юлию пять дней отпуска я бы запоем вышивала и до вышивала бы ее но такая шикарно посмотрите сколько здесь металлика сколько здесь всего красивого вот крылья вот осталось чуть-чуть осталось планету вышить и крылья дошить и немножко бэкстича и будем пришивать бисер и будем оформляться ну это такие мои мечты уж как получается так получается куда деваться самое главное в нашей жизни это наши жизненные аспекты работа семья вот а хобби уже потихонечку как получается есть конечно люди которые совмещают хобби делают свои работы это прекрасно я бы наверное не хотела потому что работая все таки обязательства что другое мне нравится что это мое хобби по настроению по вдохновению вот такие новости так ну что девочки мальчики вот такие у меня успехи за время в моего отсутствия есть и какие-то финиши продвижения покупки конечно не большие объемы как раньше но тем не менее хоть что-то все таки у меня получилось выполнить за этот период времени надеюсь буду стараться все таки выходить почаще в эфир показываться делать какие-то видео может быть вот это видео будет как раз толчком к тому чтобы снова хоть как-то степать сделать включение вот ну на этом у меня в общем то все надеюсь вы хорошо провели время повышевали вдохновились на этом все желаю хорошего настроения и до до новых встреч всем пока пока